Я считаю, это чистой воды политическая провокация, потому что в свободном доступе в интернете оказались мои личные данные, то есть паспорт снился, ННН. Игорь Филиппов рассказывает, приказ о его трудоустройстве в молодежный центр опубликовали в одном из самых популярных, но далеко не самом благонадежном паблике. Администраторы группы не побоялись разместить скан документа с его персональными данными. Но не это стало поводом для массового обсуждения. В комментариях люди в основном с фейковых страниц начали писать о том, что Игорь Александрович в ММЦ и дня не проработал, а зарплату получал. В молодежный центр меня пригласили прошлой осенью. Проработал в нем я недолго, курировал благоустройство сквера. Я, как вы знаете, строитель породы деятельности. Слава богу, сквер почти завершили. Еще я занимался, ну так как молодец, занимался музыкой, также здесь курил вопросы электронного фестиваля, точнее танцевального фестиваля «Электронная Сибирь», который в прошлом году прошел и в этом году также он проходил. Только из-за пандемии в этом году много, ну, большого скопления народу у нас не было. Была еще идея запустить один проект, но, к сожалению, не получилось, я уволился. Работал не ради зарплаты, ведь из тех документов, которые опубликованы, даже видно, что зарплата была чуть больше полутора тысяч рублей. Это даже видно из моей декларации. Как удалось выяснить нашей съемочной группе, многие специалисты в молодежном центре работают на 0,25 и 0,5 ставки. Для них это дополнительный заработок и, прежде всего, возможность реализовать свои творческие возможности. Непонятно, почему такое пристальное внимание именно к Игорю Александровичу. Ведь проработал он у нас менее года, и на сегодняшний день у нас имеется много экс-сотрудников. Несмотря на то, что он от нас уже ушел, мы продолжаем активно с ним сотрудничать, и если он продолжит свою электронную Сибирь, свой проект замечательный, мы продолжим с ним сотрудничать. Между тем, как внутренние бумаги молодежного центра оказались в глобальной сети, загадка. В этом предстоит разобраться компетентным органам. Игорь Филиппов уже написал заявление в прокуратуру. Свою проверку обещали провести и в местной мэрии. Тем временем, страсти в соцсетях не умолкают, а администраторы группы «Подслушан» в Канске до сих пор не удалили публикацию с персональными данными Филиппова. Даже после его видеоответа.